В прямом эфире телеканала Губерния 33, программа без предварительной записи. Я ее ведущая Екатерина Степ. Здравствуйте. Как обычно в это время говорим о том, что волнует жители региона. Об инфекциях, необходимости их профилактики и прививках нам рассказывают с детства. Казалось бы, все же давно известно, многие опасные инфекции побеждены. Тем не менее, в 21 веке, несмотря на бурное развитие биотехнологий, актуальность проблемы инфекции и глобального контроля над ними не только увеличилась, но и перестала быть сугубо медицинской проблемой. Кому и зачем сегодня нужны прививки? Об этом мы поговорим с врачом-педиатром, аллергологом, иммунологом, кандидатом медицинских наук Инной Морозовой. Инна Михайловна, здравствуйте. Добрый вечер. Дорогие друзья, вы также можете присоединиться к нашей беседе, задать интересующие вас вопросы без предварительной записи. Достаточно позвонить по телефону в студии 32-62-33. Во Владимирской области, как и во всех регионах нашей страны, сейчас стартовала Европейская неделя иммунизации. Инна Михайловна, что это за акция такая и вообще для чего она проводится? Какая ее основная задача? Ну, Европейская неделя иммунизации – это не первое мероприятие, это уже 13-е мероприятие по счету. Это мероприятие ежегодное, Всемирная организация здравоохранения, Европейский союз. Они объясняют необходимость такой недели, для чего вообще придумана эта неделя, для того, чтобы максимально информировать население о необходимости, важности вакцинопрофилактики, о том, чего стоит бояться, о том, чего не стоит бояться, что существует на современном этапе. То есть максимально пропагандировать и освещать вопросы вакцинопрофилактики. То есть любой житель нашего региона может, я так понимаю, обратиться куда-либо, позвонить, написать, я не знаю, задать интересующий вопрос. Конкретно куда можно обратиться жителям нашего региона? Ну, для того, чтобы ответ был полноценным и касающимся именно конкретного человека, то есть таким, как у нас любят говорить, персонифицированным, конечно, лучше обратиться к своему участковому терапевту или педиатру. Потому что это те специалисты, которые знают вашу историю, историю вашего заболевания, историю вашей жизни. И они будут знать, относитесь в какую-то группу риска, вам необходимы только календарные вакцины или необходимы добавления каких-то вакцин. То есть определиться с каждым конкретным человеком персонально. Вообще-то Европейская неделя иммунизации, она и подразумевает себе, чтобы специалисты, которые хоть что-то понимают в вопросах вакцинопрофилактики, выходили вот такие напрямые эфиры, были прямые телефонные линии, обычно этим еще занимается Роспотребнадзор. То есть задача этой недели максимально просто, максимально качественно дать населению информацию о тех вопросах, которые у людей возникают по поводу вакцинации. То есть Европейская неделя иммунизации – это сугубо информация о прививках. Потому что я по простоте своей душевной сначала подумала, что сейчас нас всех соберут массово в одну кучку и начнут делать все необходимые прививки, которых у нас нет. Прививки делаются по календарному плану. Все прививки делаются либо по календарному плану, либо по индивидуальному графику, касающейся каждого конкретного пациента. А вот задача Европейской недели иммунизации – это максимальное информирование. Хорошо. Ирина Михайловна, а какие вообще прививки, от каких болезней, от каких инфекций на сегодняшний день доступны россиянам? Ну, у нас есть прививки, которые включены в национальный календарь вакцинации. Он подразделен на два раздела – это так называемые обязательные, и прививки, которые проводятся по эпид-показаниям. Если мы говорим о национальном календаре прививок, которые чаще всего относятся именно к детскому населению, к нашим деткам, то это 12 инфекций, от которых мы защищаем. В зависимости от региона в календарь по эпид-показаниям могут быть включены другие виды вакцин. Вообще, на настоящий момент в мире существует защита, ну, где-то от 50 инфекций. Более 100-110, но тут на месте наука не стоит, про эти технологии тоже не стоят. Где-то больше 100-110 вакцинных препаратов существует в мире. Поэтому арсенал очень большой, и защиту мы можем дать от многих заболеваний. А все ли виды вакцинации бесплатны для наших граждан? Для россиян бесплатны все вакцины, включенные в национальный календарь. Это те, которые обязательны? Те, которые обязательны. Что касается календаря по эпид-показаниям, то, значит, прям секундочку, первые вакцины, которые в национальном календаре обязательны, их финансирует федеральный уровень. То есть это государство закупает эти вакцины, распределяет их по регионам, а уже регионы распределяют дальше по своим муниципальным образованиям. Если мы говорим о вакцинации по эпид-показаниям, то это чаще всего средства региона закупаются, потому что у каждого региона свои привилегии, свои нюансы, свои потребности. Где-то там толеремия нужна, где-то клещевой энцефалит, то есть спектр инфекций разный, где-то, может быть, это будет гепатит А. То есть все зависит еще от этого момента. Еще бы что здесь хотелось сказать, что на самом деле не стоит вообще жизнь на месте, она идет вперед семейными шагами, и очень многие регионы принимают собственные календари, то есть региональные календари прививок. И в зависимости от того, насколько богатая область, насколько она может себе позволить включить в этот национальный календарь, есть регионы, которые, ну, я Москву не беру, потому что понятно, что там финансирование, конечно, значительно лучше, вопрос не в этом. А есть регионы, которые включают дополнительные виды вакцинации, которые для людей, для детей или даже для взрослых будут бесплатными. Наш регион к таким относится? Пока нет. Пока нет. Но вот те 12 обязательных, они бесплатные. Каким образом можно их получить? Прийти с полисом МС в поликлинику? Ну, обязательно. Полисом МС никто не отменял. Что касается детства, то вопрос по детству, в принципе, очень хорошо отлажен. Регламентированы каждое действие врача-педиатра в отношении вакцинации того или иного ребенка, того или иного возраста с той или иной патологией. Почему мы не зря его называем, да, национальный календарь? То есть там регламентировано, что, когда, куда и зачем мы проводим. Это важно. Многие родители, к сожалению, не знают о том, что существует национальный календарь. Мы проводили со студентами опрос простых посетителей поликлиники. И оказалось, что меньше половины знают, что вообще такое существует, понятие, как национальный календарь. И что в этот календарь входят приюшки, которые бесплатны. То есть вот такая информированность населения. Поэтому я всегда с удовольствием прихожу на открытые любые эфиры, чтобы нанести до наших жителей, не хочу говорить слово пациентов, потому что прививаться должны здоровые, в первую очередь, люди, что государство тратит очень большие деньги, делается очень большая работа для того, чтобы защитить нас с вами от достаточно серьезных инфекций. Инна Михайловна, честно говоря, очень ждала наша с вами встреча. Потому что тема прививок, она как-то в нашей стране очень такая спорная, очень неоднозначная тема. Вообще общество, на мой взгляд, раскололось на два лагеря – за и против прививок. Поэтому я не могу вас не спросить, как профессионала, вам известны какие-то, так скажем, последствия негативные от прививок? Поствакциональные осложнения есть, они присутствуют, и от этого никто не отказывается. Да, мы должны об этом говорить. Мы должны говорить, что при любой вакцинации существуют определенные риски развития неблагоприятных реакций в поствакцинальном периоде. То есть в периоде после того, как была сделана прививка. Но, к сожалению, вот этой информацией о том, что может произойти в поствакцинальном периоде, не всегда нашими врачами доносится. Конечно, это фактор времени. То есть маме, либо взрослому человеку нужно рассказать, что после прививки от краснухи у вас через несколько дней от прививки могут появиться несколько пятнышек. Что когда вы сделали прививку от паротита, да, от свинки, могут увеличиться слюные железы. И если люди будут предупреждены о том, что в поствакцинальном вот этом периоде, когда уже вот время от прививки пройдет, у вас могут быть какие-то неблагоприятные вещи, люди не будут бояться. Когда ты предупрежден, ты вооружен. Ты не боишься уже этой ситуации. Да, в поствакцинальном периоде, после того, как вам сделали прививку, могут быть аллергические реакции. Этого тоже никто не отменял. Тем более, если учитывать, что, к сожалению, аллергизация населения, то есть число людей с аллергическими заболеваниями неуклонно растет. И вообще 21 век мы называем веком аллергии. Потому что, наверное, каждый про себя может сказать, что где-то вот что-то чесалось, где-то что-то высыпало, где-то на что-то мы чихаем, что-то мы не переносим. Поэтому, когда мы делаем прививку нашим аллергикам, мы им даем профилактические препараты, чтобы не было ни реакций на само действующее вещество прививки, а чтобы не обострить, не послужила таким толчком вот эта прививка к обострению аллергического заболевания. То есть здесь всегда нужно четко понимать, что после прививки не значит от прививки. Вот этот такой пустулат, вот эта такая терминология, она присутствует всегда у врачей. Когда говорят, вот мы привились, и у нас все стало плохо, надо разбираться. То есть так огульно говорить, что после прививки все плохо, нельзя. Да, есть пациенты, у которых были и крапивницы, были там повышения температуры, были местные какие-то тяжелые реакции. Мы этого не скрываем, это доступно, но количество людей, которые получают вот эти поствакцинальные какие-то проблемы, их очень малое количество. Оно несравнимо с рисками от заболевания и осложнением от заболевания. Ну вот то, что вы говорите, это очень такая, скажем, легкая симптоматика, незначительное неудобство, я бы так сказала, которое, в общем-то, со временем, я так понимаю, все налаживается, и организм приходит в норму. А если говорить об отрицательном последствии отказа от прививок, вот если человек отказывается от прививок, коих сейчас, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, огромное количество, почему только с каждым годом растет, чего я понять не могу, вот мне очень интересно разобраться, почему люди вдруг отказываются, тем более, если такая легкая симптоматика вдруг возникает после прививки, что такого может случиться, если вообще отказаться от них? Можно заболеть. Можно заболеть и можно умереть. Мы должны с вами четко понимать, вот вакцины, это уже неоднократно звучала эта фраза, но она мне очень нравится, что вакцины сами себе сыграли плохую службу. Они так хорошо работали, что мы перестали бояться болезней, а стали бояться каких-то возможных, а возможные и невозможных, реакции осложнений после прививки. Нужно четко понимать, вот у нас на одном из конгрессов по вакцинологии, тоже профессор выступал, она очень хорошо сказала, что наше население должно понимать, что мы не прививаем от болезней, которые не смертельны, и создаются вакцины в первую очередь от тех болезней, от тех инфекций, от которых человек может либо умереть, либо может стать глубоким инвалидом. Поэтому нужно четко понимать, что мы не прививаем от ОРВИ, мы не прививаем от каких-то простых вещей, мы прививаем от вещей, которые могут серьезно навредить вашему здоровью. Хорошо. Инна Михайловна, противники, опять же, вакцинации аргументировать свою позицию тем, что наш иммунитет, он, человеческий иммунитет, настолько гибкий, что может справиться практически с любой болезнью, подстроиться под нее, и порой не всегда нужно лечиться лекарствами, организм сам справится, достаточно подождать какое-то время. Вот вы разделяете такую позицию, или это такой некий, так скажем, ну какая-то выдуманная информация, которую все муссируют? Естественный отбор никто не отменял. Выживут сильнейшие. Ну, наверное, мы уже ушли из каменного века, где, ну даже из века там 12-го, 13-го, 15-го, и даже 19-го века мы уже ушли, уже практически вышли из 20-го, когда детская смертность практически первого года жизни составляла 45-й процентов. Когда дети умирали, и даже никто не особо не определялся, особенно говоря, что случилось, от чего умирал этот ребенок. Вот эта русская поговорка, да, Бог взял, она, конечно, отражала вот ту ситуацию. Да, выживали сильнейшие, и мы это видим по нашим с вами бабушкам и дедушкам, у которых доживают до преклонных лет, да, потому что они просто выжили в тех условиях, в которых им предстояло выживать. Ну, наверное, отказываться от достижений цивилизации, таких как автомобиль, самолет, интернет. А почему мы должны отказываться от вакцинации? Ну, как-то глупо в 21-м веке, да? Потому что вакцинация – это такое же достижение цивилизации, как любой технический прогресс, потому что даже само создание вакцины в настоящий момент – это высокая технология, это очень серьезные научные исследования. И если уж по такому большому счету говорить о вакцинации, то тоже вот на одном из наших симпозиумов была замечательная сказанная вещь – мы стали вакцинозависимыми. Ну, сначала зал так немножко так… потому что слово «зависимость» в медицинской среде, она как-то… Отрицательный характер. Да, она как-то не несет положительного заряда. А потом, когда начинаешь понимать, вникать в эту фразу, думаешь, да, мы стали вакцинозависимыми. И если мы откажемся от вакцинации, то ничего хорошего от этого не будет. Классический пример – корь. Потому что то, что было у нас кори, у нас было не так много случаев на самом деле коревой инфекции, но мы настолько отвыкли, что корь вообще есть. Да, мы знаем, есть вакцина от кори. Да, мы прививаем. Но когда мы увидели пациентов с классической корью, и тут наши мамы, наших деток, да, я имею в виду наши пациенты, наши взрослые пациенты, вау, а оказывается, есть защита, а что же мы ее раньше-то не сделали? Вот, наверное, это вот в русском человеке, в менталитете. Вот пока вот там вот… Гром не грянет. Не грянет, да, никто ничего не пошевелится, никто ничего не скажет. Хорошо. Инхал, у нас есть звонок на линии, давайте услышим нашего телезрителя. Напоминаю, друзья, 32-62-33, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у нас в семье все перевиваются, дети, взрослые, но как-то никогда не задумывались, чем именно, какой вакциной. Инна Михайловна, скажите, пожалуйста, что конкретно нам колют, и вот какой препарат все-таки лучше, по-вашему, отечественный или привозной? Замечательный вопрос, на самом деле. Замечательный вопрос, потому что очень часто говорят, мы вообще прививаться не будем или будем прививаться. Разумные родители задают разумные вопросы. А что, собственно говоря, правильно здесь наш телезритель сказал, а что нам, собственно, колют? В России сейчас зарегистрировано огромное количество препаратов. Любой препарат, который мы используем у взрослых, или у детей, или неважно, он проходит определенные этапы до того, как он приходит на наш фармацевтический рынок. То есть это клинические исследования, апробации и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть препарат, который не проверен, причем не проверен в очень жестких условиях, на рынок не выйдет. Во-вторых, многие вакцинные препараты, ну, я говорю из национального календаря, вот от тех прививков, которые у нас бесплатные, они нам достаточно хорошо известны. Допустим, корь-паратит, корь-краснуха-паратит, ну, там есть дива, то есть моно-вакцина, то есть одинарная, где только против одного возбудителя. Есть дива-вакцина, где от двух возбудителей защита. Чтобы узнать, что вам колют, это не какая-то тайна за семью печатями. Когда вы приходите в приемочный кабинет, вам, вы можете спросить, что вы мне колете. Вам должны показать и упаковку, и состав. То есть там это не коммерческая какая-то, или какая-то тайна. То есть эту информацию вы можете получить. У нас в зависимости от финансирования в нашем национальном календаре есть и импортные вакцины, и есть отечественные вакцины. Конечно, основная масса наших вакцин национального календаря – это отечественного производства вакцины. Но есть так называемое совместное производство. То есть это те вакцины, которые либо часть их производится на… ну, за рубежом, и какая-то часть здесь делается. Ну, там разные есть нюансы технологические. Ну, уж я позволю себе говорить так, ну, не буду коммерческий препарат называть, потому что нет в этом смысла. Ну, допустим, вакцина от пневмокока. Да, то есть отечественной вакцины сейчас еще нет. Вот той вакцины, которая сделана вот от нуля до выхода у нас, ее пока нет. Да, ее собираются делать. Но от задумки до реализации в жизнь должно пройти 6-7 лет, чтобы вакцина пришла на медицинскую широкую практику. Если говорить, какая вакцина лучше, это меня очень часто спрашивают, а какой антибиотик? Дайте назначите нам самый хороший антибиотик. Я говорю, нет, я вам не назначу самый хороший антибиотик. Я вам назначу нужный антибиотик. То есть здесь вопрос в том, что если у ребенка есть какие-то проблемы со здоровьем, самые большие проблемы у нас возникают при введении вакцинации КДС. Это тоже ни для кого не секрет. Именно за счет того, что там содержится компонент противококлюшный, отечественный, он может вызывать повышение температуры. На фоне повышения температуры могут быть судороги. То есть, да, он может вызывать, он может, не значит, что он будет вызывать, он может вызывать вот эти неблагоприятные реакции. И детям, у которых есть неврологические какие-то проблемы, мы стараемся этот препарат заменить на импортный, в котором этот компонент немножко другого состава. То есть, как бы, да, получается, что здесь импортная вакцина чуть-чуть получше, чем наша. Но, с другой стороны, есть вакцины противовирусные, наши, отечественные. Та же корь, тот же паратит, краснух, они лучше, потому что они сделаны в основе на свои, на эмбрионах японских перепелов, а импортная вакцина сделана на курином эмбрионе. Поэтому, если у пациента есть аллергия на куриный белок, то, значит, эти вакцины ему будет нельзя. То есть, каждый индивидуальный подход должен быть. Инна Михайловна, еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот зачем делать прививки, там, от оспы, если все равно болеют, как бы, дети? У нас вот, ну, у дочери у меня в детском саду всех, всю группу привили, и двое все равно заболели ветрянкой. А сейчас от ветряной оспы прививают? Я здесь не совсем поняла, потому что, что значит привили от ветряной оспы? Вакцина от ветряной оспы существует. Встает вопрос о том, чтобы вообще включить эту вакцину в национальный календарь, но сейчас она, как бы, не является бесплатной вакциной. То есть, мы ее не закупаем. Ну, может быть, группой собрались, это, может быть, об родители. Вакцинация от ветряной оспы, и вообще, сейчас мы ее любим называть ветрянка, да, потому что к оспе она не имеет никакого отношения, она имеет отношение к герпесовирусной инфекции. На самом деле, ситуация не так проста, вот как, представляю себе, родители вот заболели. Дело в том, что ветряночный вирус, герпесовирус, он, на самом деле, не такой простой, как кажется. И лица, которые переболели ветрянкой в детстве, у них могут быть потом проблемы уже в более старшем возрастном возрастной группе, потому что у них могут быть и так называемый опоясывающий лишай, это тот же самый ветряночный вирус, это герпетическая группа вирус. Могут быть другие проблемы. Поэтому здесь как раз вот тот подход, что у многих родителей такой, мы лучше переболеем, чем привьемся. Вот давайте все-таки, наверное, лучше профилактируем, чем будем болеть. Что касается, вот мы привелись, и кто-то там из этих детей заболел, здесь есть два момента. Во-первых, ну, мне сложно говорить, потому что я не вижу клиническую картину, вообще чем там заболели дети. Здесь может быть двойная ситуация, либо это была не ветрянка, если там прививались ветрянки, то есть дети не ветрянкой заболели, а просто заболели чем-то. А второй вариант, что их привили, а они уже заразились ветрянкой. То есть вакцина просто не успела выработать, ну, не сработала, она не то, что не сработала, организм не успел ответить на вот эту вакцинацию. То есть должно пройти определенное время. Это не один-два часа, и даже не один-два дня. Это в зависимости от разных вакцин разные сроки. Где-то нужно 6 дней, где-то 2 недели, чтобы выработались защитные механизмы в нашем организме. Здесь вакцинация не успела. То есть дети заболели раньше. Инна Михайловна, давайте еще раз вот этот вопрос. То есть прививки от ветряной ОСП, они не входят в национальный календарь? То есть это происходит, если прививаются, то по желанию родителей. А детей обязательно прививать? Или здесь не стоит выбирать дети, взрослые, просто раньше говорили о том, что детям легче перенести ветрянку, чем взрослому. Вот буквально в двух словах. Ну, от ветрянки, конечно, в первую очередь надо прививать детей, потому что это детская болезнь. Но существуют еще группы взрослых пациентов, уже здесь не людей, скажу пациентов, которым действительно необходима вакцинация от ветрянки, у людей, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. Но здесь будут уже определяться лечащие доктора, в какой период их нужно вакцинировать. Особенно к тем, кто предстоит пересадке костного мозга, потому что там бывают очень большие проблемы. Иммуносупрессия, то есть угнетение иммунитета для того, чтобы все прижилось. И не обязательно костного мозга вообще пересадка чего-либо. Там мы сильно угнетаем иммунитет, мы его практически прибиваем, чтобы ткань прижилась. И в этот момент вирус, вот вообще один из таких показателей неблагополучия в иммунной системе, когда у вас рецидивирует гриппетическая инфекция, вот этот простуд на губах, так называемые. Но здесь это все значительно сложнее. Это уже какие-то индивидуальные моменты. Это индивидуальные. Хорошо, еще один звонок. Замечательно. Выслушаем телезрителя. Здравствуйте. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Видимо, сорвался звонок. Бывает и такое. Напомню еще раз, телефон студии 32-62-33. Телефон прямого эфира. Друзья, напоминаю, сегодня говорим о прививках. Кому и зачем они нужны. Если у вас есть вопросы, как говорится, добро пожаловать. Не могу не спросить, Инна Михайловна, новорожденному в первые два... Не спрошу. Сначала послушаем телезрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мне 35 лет, и каждый раз, когда мне делали прививки в детстве, после этого у меня поднималась температура. Но мне всегда объясняли, что это нормальная реакция, защитная реакция организма. А вот сейчас у меня дочь, ей 4 года, она переносит прививки нормально. Что это означает? Что ее организм не борется со всем или что? Нет, немножечко неправильный у вас подход. Организм не должен бороться с вакциной. Организм должен ответить на вакцинацию. Когда вас прививали практически 32-33, 34 года назад, было другое качество и вакцинных препаратов. Сейчас, конечно, качество вакцинных препаратов изменилось в лучшую сторону. Совершенно не обязательно, чтобы у ребенка повышалась температура на прививку. Мы говорим о том, что это может быть. Но основная масса деток, которых мы вакцинируем в нашем национальном календаре, они не дают повышения даже температуры. Либо это кратковременно, и даже родители могут не заметить этого повышения. То есть это нормально, и никакой реакции нет. Это совершенно нормально. Прекрасно. Так вот, возвращаясь к своему вопросу, Анна Михайловна, в рожденном первые 24 часа, насколько я знаю, делают от гепатита В прививку. Перед нашей встречей зашла на форумы мам. Не смогла пройти мимо, естественно. Естественно. Многие говорят о том, что зачем перегружать детский организм, если гепатит В передаётся половым путём или через кровь? В первый год жизни этим заразиться, скорее всего, невозможно. Можно ли эту прививку перенести чуть-чуть подальше там? Потом? Да, не перегружать. Когда-нибудь там, в следующей жизни? Ну, в три года, допустим. Почему именно в первые 24 часа? Вот давайте... Это вопрос, который на самом деле был причиной дискуссии не только родителей. Когда только появилась прививка от гепатита В, было очень предложено много разных схем. 0,1,6, 0,6,3. То есть каких только у нас не было вариантов. Также очень сильно дискутировался вопрос, когда. В первый день жизни, на пятый день жизни, в первый месяц жизни. Но ни один из инфекционистов, иммунологов и педиатров не сказал о том, что вакцинацию против гепатита В нужно проводить после первого года жизни. Ни один. Да, мы дискутировали, и многие специалисты там отставили свою точку зрения, почему мы сейчас говорим именно о этих сроках. Дело в том, что жизнь наша такова, что столкнуться с инфекцией, мы даже не знаем, когда мы можем с ней. Нужно понимать, что гепатит В не лечится. И риски заражения гепатитом В есть даже у маленьких детей. Хотя даже та кровь, которая может быть перелита ребенку, она коронтернизирована, то есть она проходит специальное время, не менее 6 месяцев, обследуются доноры, то есть мы все это выявляем, что не дай бог там что-то не попало. Ну, о полом пути я ничего не говорить не буду, потому что здесь в первую очередь как бы кровяной путь. Мы с вами никогда не знаем, когда какая беда случится. Знал бы, где упасть, соломочку-то постелил. Но, к сожалению, так в жизни не получается. И сразу я вспоминаю, это немножко не с гепатитом связано. Был круглый стол, я, к сожалению, не была на нем, я была только, вот я смотрела его по телевидению, тоже по вакцинации, и выступала женщина, которая не являлась антипрививочницей. А она была такая мама, которой некогда. Ну, знаете, есть такой контингент людей, которые, да-да, мы не против, но завтра. Ну, ладно, сегодня не получится, на этой неделе не получится, но послезавтра не будет. Ну, вот через месяц я точно придумаю, точно сделаю. И вот это была такая же ситуация, и они не успели сделать прививку. Вот полиомиелита было несколько лет назад, когда были первые случаи завозного полиомиелита из Азии. У нас к нам в Москву, это москвичка была. И ребенок получил инвалидность. То есть она переболела полиомиелитом, диким вирусом, и ребенок получил инвалидность. И мама была просто, то есть Москва, столица нашей Родины, не какие-то там, они не иммигранты, не какие-то, то есть которые там никогда ничего не прививались. Они не антипрививочники, которые, ну, так скажем, принципиально не прививаются. Понимаете, вот он локоть. Но все нужно делать вовремя. Еще бы я хотела сказать за счет гепатита Б. Потому что немножко такое странное отношение к этой вакцинации. Вот все мои знакомые, друзья-медики, которые имеют дело с кровью пациентов, либо с какими-то манипуляциями с пациентами, особенно стоматологи, они вообще даже не спрашивают, надо приваться или нет. Они просто идут и делают. Как данность, это необходимость. То есть это не просто вот, это люди, которые, не просто осознанный выбор, они говорят, а когда? А мы сделали три дозы, а когда ревакцинация? Вот, кстати, у нас в принципе существует на данный момент две вакцины, которые в будущем защищают от опухолевых заболеваний. Это вакцина против гепатита Б и вакцина против рака шейки матки. Вакцина против гепатита Б не дает поражению печени. Ну, то есть если мы сделали против гепатита Б вакцину, мы профилактируем еще и опухоль в процесс печени, потому что вирус гепатита Б крайне неприятная вещь. Ну, и вакцина против вируса папиллома человека, эта вакцина, она и даже впервые стала звучать как вакцина против рака шейки матки. Хотя на самом деле эта вакцина защищает не только от рака шейки матки, она защищает от рака анагенитальной области как у женщин, так и у мужчин. То есть вот это вот отсутствие информации у населения о том, от чего мы можем защититься, это вот, конечно, для этого нужна неделя, европейская неделя иммунизации. Ну, что ж, хорошо, что она есть, и в рамках этой недели мы сегодня говорим именно о вакцинации, друзья, так что если у вас есть вопросы, милости просим, 32-62-33, телефон прямого эфира. Инна Михайловна, про полиомиелит вы затронули в своем рассказе немного, поэтому не могу не спросить, каким образом сейчас прививают от полиомиелита детей? Ну, с полиомиелитом ситуация тоже достаточно неплохая у нас. И что бы хотел сказать о полиомиелите, вообще мы шли к ликвидации полиомиелита во всем мире. Вот, в принципе, побеждена только оспода в настоящий момент. И следующее, одна из следующих инфекций, которая должна была быть побеждена вот в ближайшее время, это был полиомиелит. Потому что мы практически ограничили дикий вирус, то есть, который там в природе существует. Оставался у нас в свое время мы прививали только живой вакциной. Вот эти капельки в рот, как мама называет. Вот, я тоже прекрасно помню. Так как мы стали убирать, ну, это эпидемиология, то есть, так вот, так живет вирус, это его жизнь. Как мы только стали вытеснять дикий штамм, в природе ничего пустого не бывает. Природа не терпит пустоты. Сразу стал риск о том, что на это место может прийти вирус какой? Вакцинальный. Он живой. Это теория. Вот это прямо красной линией подчеркиваю. Теория. Но медики смотрят не на шаг, а на три шага вперед. И поэтому для того, чтобы вот этот вакцинный штамм не попал уже в освобожденную площадку от дикого штамма среду, мы стали переходить на инактивированную, то есть убитую вакцину. Сейчас первые прививки дети получают убитыми вакцинами. То есть там нет живого вируса. Вот раньше капельки, которые капели, это был живой вирус. Сейчас первые две прививки делаются. Инактивированные. То есть там живого вируса нет. Были единичные случаи вируса, ассоциированного полиомиелита. То есть когда вот прививали живой вакциной. И были эти случаи именно на первую вакцинацию. Поэтому первое, что сделали, заменили первую вакцину, первую дозу, которую получает ребенок, на убитую вакцину. Чтобы все риски убрать, все возможные риски убрать. И вторая доза тоже у нас идет инактивированная. Еще что нового. Раньше у нас было три вируса в вакцине. Сейчас у нас два вируса в вакцине. Потому что один вирус мы победили. Победили. То есть у нас есть к чему стремиться. И, конечно, мне очень хочется призывать, вот пользуясь случаем, родителей перебивать своих детей. Но здесь еще один момент. Я уже так немножечко воспользуюсь ситуацией. Дело в том, что сейчас вообще изменилась концепция отношения к вакцинации. Если раньше вакцинация касалась только детей, и мы всегда говорили о детском населении, дети, 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 дети. То теперь есть такой термин вакцинация через всю жизнь. То есть мы говорим о том, что и взрослые люди, взрослые, которые вышли за 18 лет, также должны прививаться. Классический пример – это наши призывники, которых мы прививаем от пневмокока. Потому что вот этот вот ограниченный контингент, где они скучены в одном месте, да, это стрессовая ситуация, пневмокок может давать там вот эти вот вспышки пневмонии. Я думаю, что все слышали про них. Поэтому мы сейчас говорим о том, что призывники должны вакцинироваться. Мы говорим о том, что должны обязательно вакцинироваться лица старше 65 лет. Там физиологический иммунодефицит, там естественное снижение иммунитета. И они должны ежегодно прививаться от гриппа. Они должны однократно получить вакцинацию. Ну, не однократно, в зависимости от того, какая схема будет выбрана. Они должны привиться от пневмококковой инфекции. Я просто призываю, защищайте себя от того же столбняка и дифтерии. Потому что АКДС мы не колем взрослым. Мы вводим уже совершенно другие вакцины. И сейчас спектр вот этих вакцин, он значительно расширяется. У нас с вами впереди отпускной сезон. И мы поедем, наверное, кто-то на Клязьбу, на берег, кто-то на... по городам и странам. Вот перед тем, как ехать в любую страну, даже европейскую, нужно четко понимать, какова эпидситуация в этой стране. Как ни странно, да, Виталия, Нью-Йорк, целый квартал был закрыт по эпидемии покори. Украина, она... Там очень высокий уровень. Потому что у них, конечно, была проблема именно с национальным календарем. То есть посмотрите, в какую страну вы едете. Оцените эти риски. Вы хотите в отпуске заболеть? Вы хотите заболеть после того, как вы приедете из отпуска? У нас даже сейчас есть такое понятие, как медицина путешественников. Потому что, да, а сколько у нас теперь ездит, ну, так называемыми дикарями? Сами заказываем, сами едем. Очень часто едем без страховки, без медицинской. Так подстрахуйтесь здесь, дома. Максимально, что можно сделать? Если вы едете куда-то в Азию, ну, в Азиатский регион, ну, сделайте Индию, потому что антисанитария, даже, ну, не буду комментировать, ну, сделайте себе прививку против гепатита А. Вы хотите пожелтеть, вы хотите оказаться в госпитале, где-то там в неизвестном госпитале. То есть мы можем сделать с вами те шаги, которые позволят нам избежать очень многих проблем. Инна Михайловна, вот перед отпуском прийти к своему лечащему врачу и сделать необходимые прививки отказ никогда не получишь? То есть неважно, в какое время ты сделала эту прививку? Сезонно, я имею в виду, там, зима, лета, осень? Здесь у нас, если мы говорим о детях, то у нас это календарь, там сроки, сколько должно от одной до другой дозы пройти, через какое время от последнего введения вакцины до ревакцинации. То есть эти все сроки известны специалистам, и они не позволят вам раньше времени сделать какую-то прививку. Если мы говорим о взрослых, если вы куда-то собираетесь, вы сначала узнайте в тот регион, что там требуется, потому что участковому терапевту нет на это времени, вы поймите нас правильно. И придите, уточните, можем мы привиться вот этой вакциной или нет. Сразу хочу оговорить, чтобы не было потом каких-то недопониманий. Все, что не входит в национальный календарь, проводится за счет средств желающих. Ну, это понятно, это понятно. То есть позаботитесь о своем здоровье. Инна Михайловна, и напоследок, к сожалению, времени остается буквально считанная секунда. Не могу не спросить, перед вашим приходом мы анонсировали нашу программу на сайте, поэтому вопрос сайта, цитирую, есть ли шанс выжить в нашем обществе непривитым людям? Шанс есть всегда, но цена этого шанса. То есть риски остаются? А они никуда не делись. И эпидемиологическая ситуация, та ситуация с заболеваемостью, она показывает. Мы думали, что мы никогда не увидим полиомиелита, мы уже практически пришли к его ликвидации. Что мы видим? Мы думали, что... Мы забыли, что такое корь. Но она вернулась. У нас до сих пор дети умирают от пневмококковой инфекции, но, слава богу, не в нашей области. А вот буквально я тут еду с симпозиума, в одной из соседних областей ребенок от пневмококковой менингита погибает. То есть непривитые вовремя ребенку чуть за год. То есть, ребята, давайте думать. Мы ответственны за себя, мы ответственны за своих детей. Давайте все-таки эта ответственность будет грамотной, профессиональной. Если вы чего-то не знаете, то, конечно, я понимаю, что проще набрать в интернете и узнать мнение неспециалиста. Но, может быть, все-таки мы обратимся к людям, которые этим занимаются. Да будет так. Инна Михайловна, спасибо за постановательный ликбез. Друзья, напоминаю, сегодня в программе без предварительной записи на ваши вопросы отвечала врач-педиатр, аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Инна Морозова. Запись этой программы вы можете найти, как всегда, на сайте trc33.ru в разделе «Без предварительной записи». На этом у меня все. Увидимся через неделю. Берегите себя и тех, кого любите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова